Страны третьего мира не бедны. Никто не приезжает в бедные страны, чтобы заработать деньги. Большинство стран мира богаты. Филиппины богаты. Бразилия богата. Мексика богата. Чили богата. Только люди в этих странах бедны. Но в этих странах есть богатство на миллиарды долларов. Богатство, которое можно добыть, вырезать, вывести. Эти богатства, добытое и вывезенное в метрополии, дерево, лен, хлопок, какао, кофе, ром, сахар, олово, медь, железо, серебро и золото, каучук, бокситы и более того. Рабы и дешевый труд людей этих стран. Богатства этих бедных стран захвачены и объявлены своей собственностью странами первого мира. Эти страны не недостаточно развиты. Они чрезмерно эксплуатируемы. Все, проживающие на территории СНГ, не раз и не два встречались с таким утверждением, что живем мы хуже разных цивилизованных стран и что виноваты в этом менталитет, неизжитые наследия Советского Союза или крепостного права. Политики и блогеры, как правило оппозиционные, справедливо указывая на различия жизненного уровня, утверждают, что догнать и перегнать Европу можно, если победить коррупцию, ввести сменяемость власти, честные суды и свободный рынок. Это ведь потому и есть главная история о коррупции. Путин и его чиновники крадут везде и на всем. На газопроводах, на олимпиадах, на лекарствах, на ЖКХ, на футболе, на школах, на детских садах. Реже говорят о социальной помощи населению. Такая простая мысль «делай как там и будешь жить как там» очень легко захватывает умы. Это ведь так просто. Нужно перенять опыт устройства внутренней системы государства, и ваша страна войдет в семью развивающихся, а потом, наконец-то, станет развитой. В 2012 году американские экономисты Аджимаглу и Робинсон выпустили книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные». В ней рассказывается, что причина непропорционального экономического и социального развития стран заключается в различиях их политических и экономических институтов. То есть там, где существует демократия, защита прав собственности и свободная торговля, там будет развитие, инновации и царство божие на земле. Сегодня в наших краях низкопоклонство перед бывшими западными партнерами не поощряется. Представители российской элиты заявляют, что развитые страны грабят своих партнеров. Из пыльных сундуков достали заплесневевших евразийцев, которые поясняют, что Россия должна прекратить продавать сырье и начать индустриализацию, импортозамещение и превращение в гегемона мировой политики. Главное – это проявить волю и наконец-то победить либеральную башню Кремля. Примерно о том же толкуют в Турции, Бразилии, Иране. В общем, просто перестаем продавать продукты низкого передела, устанавливаем ввозные пошины, больше не вывозим деньги в иностранные банки, строим заводы – профит. Либеральные и консервативные точки зрения сходятся в том, что для успеха нужны правильные указы, законы, суды, воля чиновников. Также обе эти идеи пытались реализовать в разных странах. Однако результаты очень неоднозначные. О неработающих институтах, неудачной индустриализации, мировой системе разделения труда и неэквивалентном обмене мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! 26 июля группа нигерийских военных объявила об отстранении с поста президента страны Мухаммада Базума, а также о закрытии границ республики. Нигер прекратила экспорт золота в США, а также урана и золота во Францию. При том, что доля нигерийского урана в атомной энергетике Франции составляет 40%, а единственная валюта Нигера – это франк КФА, эмитируемый Францией. В 20 веке было предпринято много попыток поднять неразвитые страны до уровня развитых. Латинская Америка и Африка боролись и добились свободного рынка и честных выборов. После Второй мировой войны в процессе деколонизации десятки стран в Африке, Азии и Океании обрели независимость. На эти экономики специалисты возлагали большие надежды. Считалось, что без колониального гнета они имели все возможности для невероятно эффективного сотрудничества с богатыми странами. Предполагалось, что дешевая рабочая сила, обилие полезных ископаемых, обширные и плодородные сельскохозяйственные земли выступят двигателем этого процесса. Чили поднимала свою меднорудную промышленность. Эгипет строил плотины. Нигер, Индонезия, Саудовская Аравия развивали нестяную отрасль. Индия стала выпускать автомобили, трактора, мотоциклы, начала развивать фармацевтическую отрасль. Расчет был на равноправное сотрудничество и бурный рост. В Латинской Америке правительства, несмотря на политические взгляды, проводили политику модернизации и индустриализации. Такая модернизация привела к развитию крупного современного производства, машиностроения, энергетики, электротехники, атомной и электронной промышленности, ускоренному научно-техническому прогрессу в ряде производств. В 1980 году ВВП Латиноамериканского региона в 3,5 раза превзошел уровень 1960-го. Ежегодный рост продукции, обрабатывающей промышленности, в 70-е годы достигал 7%. Удельный вес готовых промышленных изделий в экспорте увеличился с 6 до 19%. В 80-е годы стала экспортироваться продукция электронной промышленности. Казалось, еще немного, и там появится крепкий средний класс, либеральные свободы и Старбакс с национальным колоритом. В действительности эти страны получили социальное неравенство и стагнацию экономики. В 2018 году был опубликован доклад о неравенстве в мире. С 1980 по 2018 год в разных регионах, хоть и с разным темпом, но все же растет доля элит в национальном доходе стран. Сейчас в лидерах находится Ближний Восток, где на 10% самых богатых приходится 61% национального дохода. В Индии и Бразилии по 55%, в Африке южнее Сахары 54%, в США и Канаде 47%, 46% в России и 41% в Китае. В России свободный рынок и демократия 90-х обернулись облегчанием населения. В 1990 году номинально начисленная ежемесячная зарплата у работников составляла 303 рубля, в 1991 – 548 рублей, в 1992 – около 6 тысяч, а в 1997 – превысила 950 тысяч рублей. Быстрый рост номинально начисленной зарплаты у наемных работников сопровождался еще более быстрым падением ее реального выражения. В 1992 году, по официальным данным, реальный размер заработной платы составлял 67% по отношению к предыдущему году, тогда как цены на товары и услуги выросли более чем в 16 раз. Уже в 21 веке на фоне событий 2014 года между Россией и Украиной, а также в связи с санкциями против России, начались попытки импортозамещения. Однако в том же году предприимчивый бизнес устроил рекордный отток капитала из России в размере 152 миллиардов долларов. Это говорит о том, что недостаточно декларировать изменения производственного базиса, нужно еще как-то побороть стремление участников к прибыли, ну или обеспечить прибыль им у себя дома. В целом, о развитии третьего мира, который недавно стал свободным, факты говорят следующее. В период с 1951 по 2000 год ВВП на душу населения развитых стран в ценах по паритету покупательной способности 1995 года увеличился более чем в 3,5 раза, а у остального мира только в 2,5 раза. 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит «Россия-Африка», участие в котором приняли представители 49 из 54 стран континента. В рамках саммита Владимир Путин заявил, что за все время Россия простила африканским странам 23 миллиарда долларов. А кроме того, в этом году в России ожидается рекордный урожай, и это позволит ей заместить украинское зерно, прекратившее поступать на африканские рынки. Путин пообещал поставить до 50 тысяч тонн в Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Царь и Эритрии. Наблюдая за попытками копирования экономических и политических моделей в странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, даже некоторые адепты рыночной экономики пришли к выводу, что рыночные и политические свободы являются скорее следствием, чем причины экономического господства. Пару столетий назад Адам Смит и Давид Рикардо обосновали положение, что при разделении труда в мировом масштабе все стороны могут получать значительные выгоды. Но на протяжении многих столетий неизбежно складывалась ситуация, при которой одни страны однозначно выигрывали от включения мировую экономику, а другие оставались в числе аутсайдеров. Первоначально это объяснялось принудительным изъятием ресурсов метрополиями из колоний. Так, стремительное развитие Западной Европы основывалось на присвоении и вывозе ресурсов, а также использовании рабского труда своих колоний по всему миру. Франция вывозила ресурсы Западной Африки вплоть до конца XX века. Рожечная колониальная Бельгия импортировала каучук, оплаченный более чем сотни тысяч трупов в Конго. Наконец Британия запомнилась страшным голодом в Бенгалии, который был спровоцированным вывозом продовольствия из колониальной Индии. Но ведь в XXI веке в мире нет больше колоний. Колониальные войска выведены, посты генерал-губернаторов упразднены, а бывшие угнетатели общаются на равных со своими вчерашними подчиненными. Казалось бы, вот он путь к развитию. Понятно, что более богатые и развитые страны вкладывали деньги в местное производство. Корпорации Chevron, British Petroleum, Coca-Cola, Gazprom открывали или покупали филиалы в разных странах. Например, уже к 1995 году американские корпорации имели 280 тысяч зарубежных филиалов с оборотом 7 триллионов долларов. А почему корпорации выводили свои капиталы для создания производств за границей? По мере развития и усложнения техники затраты на станки, цеха, материалы увеличиваются сильнее по сравнению с затратами на зарплаты рабочим. Соотношение стоимости станков и оборудования к стоимости рабочей силы, или иначе говоря, органическое строение капитала растет. А вот рентабельность вложенных средств падает. Назревает кризис перепроизводства капитала и начинаются поиски более выгодного вложения средств. Страны центра начинают вкладываться в производство в странах периферии. Вместо одного дорогого робота там будут трудиться 10 человек с отвертками и гаечными ключами. Кто-то скажет, что корпорации зарабатывают сами, но и дают рабочие места местному населению и развивают инфраструктуру. Но оказывается, что прибыль от вложенных инвестиций вывозится, богатеет узкая прослойка местных приказчиков, а население все так же прозябает в нищете. Понимая эту ситуацию, некоторые правительства пытались проводить национализацию иностранных предприятий, но они сразу попадали под внешнее и внутреннее давление. Где вопросы не решали с мягкой силой, в ход шли частные военные кампании, поставки оружия оппозиции или прямые военные интервенции. Каждый раз, когда социалистический проект не удается, ходят социалисты и объясняют, что в этот раз было все неправильно, но дайте нам возможность, и у нас-то все получится точно правильно. Каждый раз, когда капиталистическая система приводит к экономическому кризису, росту цен, безработице, войне, выходят капиталисты и объясняют, что это был случайный сбой, неправильный капитализм, и опять бюрократия что-то напутала. Я думаю, что разрешить эту проблему капитализм не в состоянии. После военного переворота в Нигере экономическое сообщество стран Западной Африки объявило, что приостанавливает финансовую помощь в стране. 1 августа ЭКВАЗ дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Базума, иначе будет применена военная сила. Правительство Мали и Буркино-Фасо заявили, что выйдут из ЭКВАЗ в случае выполнения этой угрозы. Франция, в свою очередь, заявила о прекращении финансирования Буркино-Фасо из-за этого демарша. Анализируя эти тенденции, адепты так называемого мерсистемного анализа Рауль Пребеш, Сельсо Фортадо и Самир Амин выдвинули концепцию неэквивалентного обмена. Согласно ей, позиции стран третьего мира в международной торговле заведомо уязвимы, что позволяет развитым странам навязывать им невыгодные условия обмена. Неэквивалентный обмен — это неравенство между затратами на производство товаров и услуг и их возмещением при экспорте и импорте. Или, иначе говоря, невыгодные и ухудшающиеся условия торговли. Он вносит существенный вклад в непрекращающийся рост долгов государств перед друг другом. Неэквивалентным такой обмен называется из-за того, что денежное выражение экспорта и импорта зависимых стран не отражает неравенства. Но если эти же показатели выражать в натуральных величинах, например, в количестве энергии, использованного труда и земли, то статистика покажет, что на каждую единицу ввозимого в третий мир сырья приходится 5 единиц вывезенного, а если выражать в энергии, то соотношение составит 1 к 3. Это значит, что менее развитое государство, так называемая капиталистическая периферия, третий мир или глобальный юг, обычно экспортируют товары, в которые заложено больше труда по сравнению с трудом в товарах, экспортируемых развитыми империалистическими странами. В 21 веке вывоз производства или же международный аутсортинг можно рассматривать в качестве особой формы неэквивалентного обмена. Он используется транснациональными корпорациями и основан на огромной разнице в зарплатах между рабочими стран центра и стран периферии. Самир Амин выдвинул следующие тезисы. В развивающихся странах, освободившихся от колониальной зависимости, сельское хозяйство и промышленность находятся в неразвитом состоянии. Неравенство в международном разделении труда ведет к ориентации развивающихся стран на экспорт трудоемкой сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых. Как выйти из этой ситуации? Нужно начать индустриализацию. В условиях недостатка финансовых ресурсов это возможно при получении иностранных займов или при привлечении иностранных капиталов. В Латинской Америке основными источниками накопления капиталов и ускоренного развития стали широкое привлечение инвестиций, займов, кредитов, новой технологии за рубежа и развитие ориентированных на экспорт отраслей производства. Около 80% судного капитала на рубеже 80-х годов поставляли иностранные частные финансовые корпорации. Также в странах с правыми террористическими режимами использовалось снижение издержек на оплату труда. Это привело к тому, что если в 1975 году из региона было вывезено за рубеж около 8 миллиардов долларов, то в 1982 году уже 37 миллиардов. В 1970 году внешняя задолженность латиноамериканских государств составляла менее 20 миллиардов долларов. К концу 80-х годов она достигла 420 миллиардов. Помощь инвестициями обернулась зависимостью. 29 июля стало известно, что правительство Российской Федерации выделило 2 миллиона долларов на закупку продовольствия для Мали через ООН. А глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что его компания готова помочь с развитием атомной энергетики в Буркино-Фасо, а в будущем и по всей Африке. Посол Кении Бенсон Огуту рассказал, что 30% зерна Африка получала от России и Украины. 31 июля стало известно, что российская алмазодобывающая компания «Алроса» вложила около 15 миллионов долларов в совместное предприятие с национальной алмазодобывающей компанией «Зимбабве». Доля «Алроса» в совместном предприятии составила 70%. 1 августа солидарность с мятежниками в Нигере выразили не только Мали и Буркино-Фасо, но и Гвинея. На основе таких фактов и статистики межсистемные ученые разрабатывали свою теорию. Одни из них предлагали идеи более близких к антинаучной геополитике и географической предопределенности. Другие больше упирали на отношения эксплуатации между странами. А некоторые из них даже упоминали классовую борьбу внутри стран. Внутри этой довольно эклектичной теории просматриваются весьма интересные моменты анализа современной экономической системы и большое количество эмпирических данных. Можно сказать, что межсистемщики, вопреки буржуазному мейнстриму, вышли на уровень явления. Давайте попробуем посмотреть, есть ли в этой теории что-то приближающее нас к сущности, происходящего в современном мире. В рамках межсистемного анализа используется своя специфическая терминология. Развитые страны, которые находятся на положении финансовой метрополии, называются странами центра или ядра. Периферия, Третий мир или глобальный юг представлены странами, которые в 19 веке назывались бы колониями. Отличие в том, что колониализм был прямой эксплуатацией страны. Там было прямое внешнее управление и вооруженное подавление несогласных. Сейчас же страны юридически независимы, но финансовые и производственные отношения построены так, что деньги все равно почему-то текут от периферии к центру. В 2015 году страны центра присвоили 12 миллиардов тонн сырья, 822 миллиона гектаров земли, 21 эксоджоуль энергии и 188 миллионов человеко-летт труда. Когда идет речь об этих показателях, например, энергии, это означает не прямую передачу энергии с электростанций, а продукты, произведенные на фабриках и заводах с затратами электроэнергии. То же самое с сырьем и трудом. Под присвоением имеется в виду то, что страны центра импортировали ресурсов и продуктов из стран периферии больше, чем экспортировали. Это явление многими называется неоколониализм. Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия-Африка заявил, что более половины российских поставок в Африку это машины, оборудование, химия и продовольствие. Что Газпром, Роснефть, Лукойл, зарубежнефть занимаются освоением нефтегазовых месторождений в африканских странах. Кроме того, Россия наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки. За первые шесть месяцев текущего года направлено почти 10 миллионов тонн зерна. В современных условиях переплетения хозяйственных связей довольно сложно однозначно охарактеризовать какую-либо страну по ее экономическим связям с остальной мировой капиталистической системой. Почти нет стопроцентно эксплуатирующих, так и стопроцентно эксплуатируемых государств. С большей вероятностью страна одновременно эксплуатирует одни нации и подвергается эксплуатации со стороны других. Чтобы определить положение страны в капиталистической мерсистеме, некоторые ученые предлагают обращать внимание не только на вывоз капитала, но и на весь оборот товаров и инвестиций. Это нужно для того, чтобы определить, является ли страна в целом поставщиком прибавочной стоимости или ее получателем. С одной стороны, если страна получает намного больше прибавочной стоимости, чем отдает, ее смело можно охарактеризовать как империалистическую, то есть эксплуататора. С другой стороны, если страна отдает гораздо больше прибавочной стоимости, чем получает от остального мира, ее стоит считать либо периферией, либо полупериферией. Численность населения стран центра составляет чуть более 10% от общей мировой. Эта десятая часть населения мира отличается от всех других жителей планеты большим потреблением. Например, на ее долю приходится около 75% всей производимой в мире энергии. Население США составляет 4,5% жителей Земли, но они используют около 40% добываемых на планете ресурсов. На страны центра приходится 55% мирового валового продукта, большая часть мировой торговли и большая часть прямых иностранных инвестиций. В начале 21 века более половины компаний стран центра производили и реализовывали свою продукцию за пределами стран происхождения. Основу экспорта этих стран составляют обработанные изделия. Это в основном электроника, оборудование для автоматической обработки данных, полупровольники и электронные микросхемы. Международный технологический обмен осуществляется в форме рецензионных соглашений, предоставления технических услуг, интеллектуальной собственности, что тоже является некой формой ренты. К общей характеристике стран центра глобальной экономики необходимо добавить то, что эти страны являются также центрами эмитии валют, играющих ключевую роль в развитии всех стран мира. Валюты периферийных стран, привязанных к валюте ФРС США, евро, фунту стерлингов, японской иене, а также к специальным правам заимствования от МВФ. Последние представляют собой искусственное резервное платежное средство, имитируемое МВФ, и имеют только безналичную форму. В период с января 1950 года по июль 2023 в Африке было совершено около 220 попыток государственного переворота, что составляет около половины всех попыток в мире, включая и неудавшиеся. Судан возглавляет список африканских стран, в которых произошло наибольшее количество переворотов с 1950 года, всего 17. После Судана идут Бурунди, 11 переворотов, Ганна и Сьерра-Леоне, 10. На другом полюсе находится так называемая периферия. Это совокупность преимущественно отсталых стран замедленной модернизации. Они служат источником ресурсов и рынком сбыта готовой продукции. Эта зона включает те национальные экономики, которые используют менее сложные и гораздо более трудоемкие производственные процессы, чем зона центра. Периферия экономически зависит от подставок сырьевых товаров в центр и в течение большей части капиталистической и мировой истории производила сырье и сельскохозяйственные товары для экспорта. Однако в последние десятилетия, по мере того, как инвестиции стран ядра в отрасли по изготовлению средств производства опережают инвестиции в отрасли потребительских товаров, периферия начала производить сравнительно менее капиталоемкие промышленные товары для экспорта в страны ядра. В первую очередь предметы одежды и товары массового потребления. Уровень эксплуатации и принуждения к труду на периферии остается высоким. Полупериферийные страны – это страны, экономика которых основана на сочетании характеристик ядра и периферии, то есть на промежуточных уровнях технологий и капиталоемкости. Однако понятие полупериферия довольно расплывчато. К ней обычно относят те развитые страны, которые несколько маргинальны для стран ядра в плане политических, военных и экономических процессов принятия решений. Также те полуинвестриальные страны третьего мира с достаточным демографическим и территориальным масштабом, чтобы обеспечить диверсификацию экономики. И, наконец, к ней относят сравнительно удачные истории успеха в области развития. Например, те страны Восточной Азии, которые получили поддержку США для государственной индустриализации, как геополитический ответ на китайскую революцию. Полупериферия имеет определенную степень индустриализации, либо контролирует расположенные близко к центру периферийные районы, которые более эффективно взаимодействуют с центром и находятся на пути транзита ресурсов. Как правило, полупериферийные государства подвергаются эксплуатации и находятся в финансовой, производственной, торговой зависимости от стран-центра. Происходит это благодаря все тому же неэквивалентному обмену и репатриации сверхприбыли. К странам полупериферии относятся страны БРИКС, Китай, Россию, Бразилию, Индию и УАР. Также стоит упомянуть набирающую обороты на китайских кредитах Турцию, которая гибко выстраивает политику вокруг противоречий и пиралистических блоков. С 2009 года Китай является крупнейшим торговым партнером африканского континента. Китай закупает нефть в Саудовской Аравии, Ираке, Омане, Иране. Он контролирует около 18% добычи нефти в Казахстане. Он крупнейший торговый партнер Кыргызстана. 75% газа Туркменистана направляется в Китай. В Таджикистане Китай тоже стал лидером по вложенным инвестициям. В феврале 2019 года литиевая компания Боливии подписала контракт с китайским консорциумом TBEA Group Baocheng, который согласился инвестировать в производство лития и других металлов в Боливии. К этой картине мира мы должны добавить вот что. Каждая страна внутри себя разделена на классы. И между ними постоянно происходит борьба разной степени остроты. В странах центра основную прибыль от эксплуатации третьего мира получает правящий класс. Но все же он имеет возможность больше делиться с рабочими, создавать рабочую аристократию, так называемый средний класс, и тем самым сглаживать межклассовые противоречия. В странах периферии правящий класс занимается сверхэксплуатацией своего населения для того, чтобы оставаться включенным в капиталистическую систему. Элитам и периферии, и полупериферии не обязательно быть напрямую ставленниками центра. Им лично выгодно именно такое разделение труда. Зачем заморачиваться, если можно гнать ресурсы в центр, иметь с этого прибыль и быть почти как элита развитых стран? Вы их яхты видели? Также стоит заметить, что страны центра часто ассоциируются, и не зря, с империалистическими странами в теории марксизма. Основными признаками империализма считается концентрация производства и капитала, дошедшая до создания монополий, слияние банковского и промышленного капиталов, финансовый, возрастание роли вывоза капитала в зависимые страны, образование международных союзов капитала, делящих мир, и, наконец, раздел мира на зависимые от империалистов зоны. Как видим, даже чисто исторические колониальные державы XIX века удивительным образом совпадают со странами ядра в XX веке. Да, жесткое непосредственное управление сменилось более мягким, косвенным, но в случае опасности для прибыли жесткие методы возвращаются с удивительной скоростью. В самом деле, в XX и XXI веках не было десятилетия, когда бы большие державы не вели где-то войн на периферии, часто соперничаясь друг с другом. Никарагуа, Панама, Ирак, Кувейт, Сирия, Грузия, Ливия, Вьетнам, Буркино-Фасо и многие другие страны со своими войнами и военными переворотами являются подтверждением. Так что и в наше время можно смело пользоваться понятием империализма. Сущность явления не изменилась. В Африке и Южнее Сахары в 1980 году среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности был в 8 раз ниже, чем в странах золотого миллиарда. В 2022 году их ВВП уже отличался почти в 14 раз. В 2010 году в Африке недоедало 150 миллионов человек, что равно 17% населения. В 2022 году их доля выросла до 23%. Между развитыми и менее развитыми странами существуют отношения зависимости. Компании из стран-центра формируют монополии, вступают в сговор с правительствами для поддержания любыми методами возможности по опосредованной эксплуатации развивающихся стран. Кроме того, потребность в росте развивающихся стран нередко приводит к попаданию в долговую ловушку. Рост ВВП редко бывает сильно больше, чем 5% в год. Судный процент по заемному капиталу, доступному на мировом рынке, может быть и 10, и 20% в зависимости от рейтинга государства. Если государство занимает деньги под большой процент, который выше, чем экономический прирост, оно в очень редких случаях способно отдать такие займы. Начинается гонка со снижением бюджетных расходов, урезанием пенсионного обеспечения и прочих социальных благ. Постоянно затрачивая все больше ресурсов на обслуживание долга, экономика неминуемо приближается к состоянию банкротства. Вместе с этим утрачивается независимость не только экономическая, но и политическая. Во второй половине 1970-х годов учетная процентная ставка по кредитам США для стран Латинской Америки составляла 8%. В начале 1980-х годов она поднялась до 17%. Платежи по внешней задолженности выросли с 7 миллиардов долларов в 73-м году до 76 миллиардов в 82-м и превысили новые поступления. Чтобы изыскать средства для оплаты долгов, правительства стран региона были вынуждены выполнять требования международного финансового капитала по сокращению государственных расходов. Если подвести промежуточный итог, то экспорт первичных ресурсов – это экспорт дешевого труда, единственного преимущества мировой периферии от странами центра. При неэквивалентном обмене внешние цены на ресурсы заведомо выгоднее, чем цены внутренние. Даже добытая в соседнем уезде руда выходит дорогой для местных производителей. Своя же промышленность, производящая продукцию более высокого уклада, постепенно разрушается. Следствием такой экономики является минимальное капиталовложение в обновление оборудования. Теперь перейдем к описанию вариантов зависимого положения разных стран периферии. Первый вариант – это вывоз сырья. Наиболее чистым примером здесь могут послужить разные страны Африки, где в рабских условиях добывают редкие металлы, которые потом пойдут в высокотехнологичное производство. Второй вариант – вывоз рабочей силы. Наиболее ярко это проявляется для стран бывшего соцлагеря. Поголовное образование, близок культуры и меньшие прихотливые зарплаты делают таких мигрантов очень привлекательными. Получается, что можно не тратить ресурсы на воспроизводство самых дешевых категорий рабочей силы, сосредоточившись на самых сложных и дорогих. К тому же, с помощью дешевых иммигрантов можно оказывать давление на собственную дорогую рабочую силу, снижая ее стоимость. Мигранты выступают как таран против поднимающейся классовой борьбы. Для зависимой же страны самая главная беда – это потеря наиболее молодой и активной рабочей силы. Следующий вариант – это перенос производства в места с более дешевой рабочей силой. Китай здесь подходит как наилучший пример. Китай оказался крайне выгоден для этой цели, потому что условия для его промышленной эксплуатации уже были подготовлены. Развитая крупная промышленность, инфраструктура, близость ресурсов и мощное стабильное государство, способное держать в узде огромную армию рабочих. Кроме Китая, перенос производств происходил в Мексику, Северную Африку, Индонезию, Бангладеш, Польшу и другие страны. И последний вариант – это использование стран как зависимых рынков сбыта. Чем богаче местное население, тем больше оно потребляет. Но для такой сложной схемы нужна инфраструктура, так что издержки на создание и обслуживание оной остаются на откуп местному правящему классу. В 2020 году тайваньская компания CSMC заявила, что прекратит поставки кремниевых пластин китайской компании Huawei и ее дочерней компании HiSilicon. В августе 2023 года Джо Байден планирует подписать указ, ограничивающий инвестиции США в технологический сектор Китая. Ограничения распространятся на полупроводниковые технологии, искусственный интеллект и квантовые вычисления. По данным аналитической компании Kepler, поставки сырой нефти из Ирана в Китай утроились за последние три года с 324 тысяч баррелей в сутки в 2020 году до примерно 1 миллиона в 23-м, несмотря на санкции США, направленные против экспорта иранской нефти. Мы будем рассматривать как акторов мировых капиталистических отношений не столько государства, сколько транснациональные корпорации, в интересах которых действует государство. Как и любые компании, ТНК заинтересованы в дешевом труде и ресурсах для максимизации прибыли. Так, в одной стороне располагаются наукоемкие производства, сосредоточенные в странах центра, которые могут взимать монополистическую ренту со всего остального мира. На другой же стороне оказываются трудоемкие производства стран периферии. Это однобокие национальные экономики, выстроенные не для удовлетворения потребностей собственного населения, а под нужды экспортеров из местных элит. Таких местных владетелей еще называют компрадорами. Например, страна, вернее правящий класс, может ориентироваться на вывоз углеводородов, получать от этого прибыль. Все согласно мейнстримовой экономической теории. Производить нужно товар самыми низкими для вас издержками, а потом обмениваться. Например, зачем в стране свои самолеты, если их можно легко купить у Боинга или Аэробуса? До первых санкций, естественно. Предпосылки неэквилетного обмена кроются уже в самом товарном производстве. Несмотря на то, что сам факт обмена не создает никакой стоимости, эксплуатация осуществляется именно посредством обмена товара на товар. 18 мая вице-президент Российской академии наук Валентин Пормон заявил, основная проблема в России сложилась следующая. В течение последних пяти лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее, зависит от наукоемких отраслей, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. В основе отношений неэквилетного обмена лежит разный уровень технологического развития стран мира и возникающая при этом конкуренция между участниками с низким технологическим уровнем производства. Производства с высокой добавленной стоимостью располагаются в странах центра, низкопроизводительные, на периферии. По этому принципу устроены глобальные цепочки добавленной стоимости, каждая из вене в которых получает разную компенсацию за свой вклад в производство. Например, компания Apple производит iPhone, который продается на американском рынке за условные 500 долларов. Сборка этого изделия, как известно, производится в Китае, в прямом смысле руками местных рабочих. Однако из-за дешевизны рабочей силы и низкой производительности труда китайская сторона получает за свой вклад лишь 6,5 долларов. Еще 162 доллара приходится на страны Европы, Южную Корею и Японию, которые поставляют в КНР комплектующие. Оставшиеся 330 долларов достаются головному звену этой цепочки – корпорации Apple. Однако, поскольку готовый iPhone пересекает таможенную границу Китая, статистика засчитывает ему конечный продукт и всю созданную стоимость. Это объясняет большой профицит этой страны в торговле высокотехнологичными товарами, который в 2016 году составил 287 миллиардов долларов. У США, стран ЕС и Японии, импортирующих из КНР готовые изделия, торговый баланс наукоемкой продукции принимает отрицательное значение. При этом в торговом балансе высокотехнологичными услугами, где проблемы учета проявляются в меньшей степени, сохраняется лидерство ЕС и США. Но почему трудоемкие операции так низко оплачиваются? Здесь стоит упомянуть фактор конкуренции, который неотделим от капиталистической системы. При неравномерном развитии капиталистических стран в каждый момент времени среди них будет страна или группа стран с более развитым, технологичным, прибыльным производством. Поскольку мировая экономика глобализирована, и ни одна страна не производит все нужное своими силами, то владельцы высокоразвитых производств ищут дешевое сырье или рабочую силу по всему миру. В то же самое время сырьевые страны, желая получить высокотехнологичные товары, стремятся обменять на них свое сырье. Поскольку развитых стран или корпораций, стоящих на вершине цепочек производства, гораздо меньше, чем производители сырья, то продавцы сырья или продукции более низкого передела начинают конкурировать между собой, их более простой товар начинает дешеветь относительно высокотехнологичного товара. Еще один механизм неэквивалентного обмена – специальная структура цен. Цены на продукцию стран-центра растут быстрее, чем цены на товары периферийных экономик. Согласно закону стоимости, стоимость создается трудом, а распределяется по силе капитала. Происходит это благодаря тенденции к выравниванию средней нормы прибыли по отраслям. В итоге получается, что капиталоемкие товары в основном реализуются по цене выше стоимости, а трудоемкие – ниже своей стоимости. Поскольку страны периферии специализируются на производстве трудоемких товаров, постольку они безвозмездно передают часть своего прибавочного продукта странам-центра. Но на этом проблемы простых рабочих не заканчиваются. Третий механизм неэквивалентного обмена – валютное отношение. Курсы национальных валют развивающихся стран искусственно занижаются правительствами этих стран. Это потому, что развитие требует инвестиций, для чего нужно удешевлять свою рабочую силу. Кроме того, это делает экспортные поставки более выгодными, поскольку сокращает внутренние издержки производителей и уменьшает его долларовую цену. Секрают от этого и иностранные инвесторы, и местные экспортеры. А оплачивают это рабочие, которые получают зарплату в национальных валютах. Современные тенденции показывают, что чем беднее страна, тем сильнее ее валюта девальвирована относительно американской. Речь в данном случае идет не о слабости национальных валют бедных стран. Проблема состоит в их дополнительном искусственном удешевлении государствами ради повышения конкурентоспособности во внешней торговле. Так, например, в Зимбабве в апреле-майе 2020 года инфляция превышала 760%. Хотя страна экспортирует драгоценные камни, металлы, руды, никеля, черных металлов и табак. Когда российский рубль дешевеет, импорт российских товаров становится более выгодным. Это заставляет граждан Казахстана покупать рубли, продавать тенге и тем самым приобретать товары, привезенные из России. Такой классический пример. Молоко, которое производится и в Казахстане, и при этом заводится из России. Примерно казахстанские молокозаводы закупают у фермеров сырье по 200, 220, 240 тенге за 1 литр. А готовый продукт, уже в тетропак, уже прошедший промышленную обработку, поставляется из России по цене в 180 тенге из-за девальвированного рубля. Это заставляет казахстанцев отказываться от национальной валюты в пользу рубля, чтобы приобретать более дешевые товары. Соответственно, это стимулирует национальные экономики соседних стран включать механизмы протекционизма и задействовать весь имеющийся у них набор инструментов на валютном рынке, чтобы девальвировать уже свою валюту еще сильнее относительно рубля, поскольку иначе национальное производство не выдержит конкуренции с российским капиталом. Наконец, четвертый механизм неэквилентного обмена заключается в структуре глобальных потоков капитала. У многих стран периферии, играющих роль чистых экспортеров, постоянно накапливается долларовая выручка. Если она остается в стране, то на валютном рынке возникает переизбыток доллара и, как следствие, укрепление курса местной валюты. С другой стороны, вложение денег в развитие местного производства весьма рискованно из-за необходимости тратиться еще и на инфраструктуру и бороться с конкурентами, которые уже занимают эту нишу. Финансовые инструменты развитых стран могут стать более выгодным вложением. Это заставляет государство способствовать оттоку капитала из страны. В результате экспортная выручка уходит обратно и вкладывается в экономику покупателя. Например, Китай был одним из крупнейших инвесторов государственных долг США. Правда, в последние годы, после мирового кризиса 2008 года и развития торговых войн с Америкой, финансовые потоки Китая были перенаправлены на страны периферии, где были вложены в инфраструктуру, развитие и создание производств. Такая переориентация является ярким маркером изменения роли Китая в мировом разделении труда. Согласно данным Bloomberg, российские миллиардеры разбогатели на 32 миллиарда долларов с начала этого года. Больше всего заработал основатель Лукоэлла Вагит Оликперов. Его состояние выросло на 6 миллиардов. Богатейшим россиянином остается глава Норникеля Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 30 миллиардов. На втором месте совладелец Новотека Леонид Михельсон, увеличивший свое состояние на 27,5 миллиардов. Третье место среди богатейших россиян занимает основной акционер новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. С начала года он разбогател на 5 миллиардов. Таким образом, вывоз капитала теперь осуществляется скрыто, без явного колониального подчинения. Страны центра экспортируют товары высокого передела с монополистической рентой, а импортируют дешевое сырье по устанавливаемым ими же ценам или владея ресурсами и предприятиями в странах периферии напрямую, используя дешевый труд населения этих стран. В целом же механизмы неэквивалентного обмена усиливают друг друга и являются в некоторой степени самоподдерживающимися. Каждый отдельный участник капиталистической экономики видит семиминутную выгоду в том, чтобы соответствовать своей нише в мировой рыночной финансовой системе. Выход из нее чреват потрясением и высокими рисками. Поэтому мировая экономика представляет собой пирамиду. Этажи пирамиды прочно скреплены капиталистическими отношениями. И чтобы эти нити не порвались, в каждой периферийной экономике их целостность гарантирует местный правящий класс, как правило, глубоко компродурская буржуазия. Он призван охранять и максимально консервировать место своей страны в отношениях глобальной эксплуатации. За посреднический процент он угнетает любые попытки местного населения вывести свою страну из этой системы и сбросить с себя оковы неэквилентного обмена. Этот фактор в первую очередь объясняет то, почему в зависимых странах периферий нет и никогда не будет гражданских свобод, которые обеспечены населению сытого центра. Также стоит упомянуть, что некоторые левые ученые и публицисты, вооружившись миросистемным анализом, отождествляют с империалистическими только страны-центры, выводя за скобки страны полупериферии. За этим, например, замечен китайский ученый Ли Мин Ци, знаем мы таких мыслителей и в России, и даже в Беларуси. Здесь мы должны вспомнить, к примеру, Российскую империю, которая, будучи империалистом, сидела на кредитах Франции и Великобритании, запускала свою экономику и иностранные капиталы и гнала на запад зерно через Балтийский и Черноморские зернопроводы, то есть через моря. Современная Франция и Германия относятся к странам центра и вполне успешно эксплуатируют страны Африки и Восточной Европы, хотя при этом сами зависит от финансов, банков и инвестиций из США. Вспоминаем, что выделить стопроцентного эксплуататора практически невозможно, поэтому неэквивалентный обмен, вывод капиталов не должны быть причинами обелять и оправдывать хоть какой-то капитал. Иногда, когда конъюнктура рынка меняется так, что страны центра требуют слишком многого, правящий класс периферийной или полупериферийной страны вдруг меняет компрадурскую риторику и обращает внимание на неэквивалентный обмен. А что произошло в результате? Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентирована именно на Запад. Причем, прежде всего, как источник сырья. Нюансы, конечно, разные были, но в целом, как источник сырья. Причины этого тоже понятны. Новый, формирующийся российский бизнес был естественно нацелен, как и все другие бизнесы во всех других странах. Прежде всего, нацелен на извлечение прибыли. Причем, быстрый и легкий. А что ее приносило? Ну вот, это самая продажа ресурсов. Нефти, газа, металлов, леса. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. И не просто обращают, а призывают граждан с той страны осудить такой прикрытый виробеж и даже начать национально-освободительный поход против гегемона. Пропаганда рисует людям яркие картины выхода из зависимого положения. Вложение денег не в иностранные ценные бумаги, а в собственное производство. Только вот правда жизни такова, что правящий класс полупериферии все равно действует с парадигмой максимизации прибыли. И если один центр перестал обеспечивать ее, то начнутся поиски другого центра, который купит ваши сырьевые товары и примет ваши деньги в свои банки. Вот хороший процент. А тут и искать особо не нужно. Китай уже нашли. Китайской компании CNPC принадлежит 20% акций российского Ямал-СПГ, а фонду «Шелкового пути» — 10. Совокупный объем инвестиций составил около 20 миллиардов долларов. Китайская «Синапэк» в 2015 году купила 10% крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур» за почти полтора миллиарда долларов. В 2016 году фонд «Шелкового пути» также купил 10% «Сибура» примерно за ту же сумму. В России с начала 1994 года происходил стабильный отток капитала. Но это неудивительно. 90-е годы, приватизация, новые олигархи спасают награбленные. Но уже в эпоху Путина в 2006 году в России были сняты ограничения на движение капитала из страны. Правительство добилось абсолютной либерализации валютного регулирования. В период кризиса 2008 года за границу различными способами было выведено более 130 миллиардов долларов. По итогам поворотного импортозаместительного 2014 года отток капитала составил 152 миллиарда долларов. После развития современного кризиса, начала войн и массированных санкций, Россия начала выводить активы из западных банков. Также уменьшились поставки сырья в эти страны. Но в то же самое время видно, что российский капитал не двинулся к выходу из своего положения в мировой системе. Он просто изменил себе метрополию на страну с более выгодными условиями. За 4 месяца 2023 года Россия увеличила поставки нефти в Китай на 26%, оставшись крупнейшим по объему поставщиком. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе-мая 2023 увеличились в годовом сравнении на 67% и составили 3 миллиона тонн. По физическому объему поставок СПГ в Китай Россия занимает четвертое место после Австралии, Катара и Малайзии. Товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Китайский экспорт в России увеличился на 78%, а российский экспорт в КНР на 19%. В 2022 китайский юань значительно повысил роль для российской экономики, столкнувшейся с ограничениями от США и ЕС для валютных операций. В 2022 году по данным Банка России доля юаня во внешнеторговых расчетах России по экспорту выросла до 16%, а по импорту до 23%, по сравнению с двумя процентами в самом начале 2022 года. Но то, что российский капитал находится в положении неэквилентного обмена с более развитыми странами, не делает его жертвой. С самого появления он активно действовал на территории СНГ, имел доли в украинской промышленности, среднеазиатской нефти, выдавал международные кредиты, действовал в Африке. С 2009 по 2019 год объем государственных кредитов Беларуси, взятых у России, составил 16 миллиардов долларов. В ноябре 2022 года Россия выделила Беларуси кредит в размере почти полутора миллиардов долларов на реализацию программ импортозамещения. В 2019 году в реальный сектор Беларуси иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов инвестиций. 45% из них поступили из России. Крупнейшим и одним из наиболее значимых инвестиционных проектов России в Беларуси стало строительство Белорусской АЭС. На ее создание Россия выделила льготный кредит по ставке 3,3% в размере 10 миллиардов долларов. Также вокруг России создавались экономические международные организации, позволяющие свободно торговать зависимыми странами. В 2001 году Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан создали Евразийское экономическое сообщество. Его задачами были завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование общего таможенного тарифа, обеспечение свободы движения капитала, формирование общего финансового рынка, согласование принципов и условий перехода на единую валюту. В 2007 году между Казахстаном, Россией и Беларусью создан Таможенный союз. На уровне глав государств и правительств были приняты и ратифицированы около 40 международных договоров. В 2014 году в него должна была вступить Украина, но союз пополнился только Арменией и Киргизстаном. В том же 2014 году был образован Евразийский экономический союз. Например, Беларусь находится в положении чистой периферии в отношениях с Россией. Наследие в виде развитой промышленности и стратегическое географическое положение позволяли беларускому капиталу сохранять долю независимости, но при этом влияние российского капитала постоянно присутствовало и только росло. Доля российского капитала в банковском секторе Беларуси составляет 25%. Например, Белгазпромбанк возник в 1997 году на базе частного банка Олимп, когда его приобрели Газпром и Газпромбанк. Компания Славнефть была создана как совместное российско-белорусское предприятие в 1994 году. Вкладом белорусской стороны был Мозорский нефтеперерабатывающий завод. В 2002 году акции Славнефти были проданы консорциуму Сибнефти, которая тогда принадлежала Абрамовичу. В 2006 году Газпромбанк поднял для Беларуси цену на газ до 105 долларов за тысячу кубометров. При этом 75 долларов подлежали оплате деньгами, а остальные 30 Беларусь имела бы право оплатить акциями государственной компании, владеющей трубопроводом Белтрансгаз. После разговора Лукашенко и Путина условия были приняты, и к 2011 году Белтрансгаз полностью перешел в собственность Газпрома. В последние пару лет Беларусь потеряла возможности диверсификации экспорта, импорта и внешних займов. 4 августа 2023 года китайское издание Global Times написало по поводу саммита в Саудовской Аравии. Война на Украине, затянувшаяся на срок более года, спровоцировала ускоренную трансформацию международного ландшафта. Одним из заметных изменений является подъем глобального юга и его все более важная роль в международной системе. Развивающиеся страны получили пространство для маневра в игре крупных держав, и их политическое влияние быстро возросло. Подъем глобального юга отражает тенденцию смещения баланса сил с запада на восток в современном мире. Развивающиеся страны больше не изолированы от международного сообщества, не зависят от крупных держав и не зависят от милости других, а превратились в значительную силу на международной арене. В целом, рассматривая страны периферии, как и со странами полупериферии, не стоит отбеливать их правящие классы, мол, они сами эксплуатируемы капиталистами богатых стран. Если даже слабый капиталист не может перераспределять стоимость от конкурентов, то у него всегда есть с кем произвести неэквивалентный обмен со своими наемными работниками. Да, неэквивалентность заложена в самой базе этого строя. Работник никогда не получает зарплату, равную его вкладу в производство. Слабые просто мечтают занять место сильных, но никто не желает перестать эксплуатировать рабочих. Если в развитых странах прибыль в основном повышают за счет увеличения производительности труда или увеличения рабочего времени, то в странах с меньшим развитием производительных сил все чаще прибегают к третьему способу оплате рабочей силы ниже ее стоимости. То есть платят такую зарплату, которая не обеспечивает полное восстановление сил работника, поддержку здоровья и полноценное воспитание его детей. Это еще называется сверхэксплуатацией и приводит к быстрому вымиранию рабочей силы. Поддерживается такой процесс за счет притока новой рабочей силы из сельской местности или других стран. Возможность пользоваться сверхэксплуатацией и толкает капиталистов вывозить производство из своих стран, где норма прибыли постоянно падает из-за роста капиталовложений, где возможности к технологическому росту застопорились, а повышение рабочего времени вызывает сопротивление организованных рабочих. Крупным монополиям нужно удерживать возможность такого способа производства прибавочной стоимости в бедных странах. Для этого необходим подкуп и вмешательство в политико-экономическую жизнь сверхэксплуатируемых народов. В свою очередь капиталистам периферии и полупериферии невыгодно пытаться с большими рисками накопить ресурсы и развить производительные силы до уровня наиболее развитых империалистов. Им выгоднее встраиваться в существующие цепи мирового разделения труда и производство прибавочной стоимости. То есть основа сверхэксплуатации рабочего класса этих стран это прежде всего политика местной буржуазии, продиктованная ее участием в производственных отношениях империализма. Несмотря на общую динамику развития экономической системы различия уровней развитой регионов мира не исчезают, не сглаживаются, а только воспроизводятся. Необходимо помнить, что страны в таком анализе являются удобными единицами, которые можно рассматривать как отдельные экономики внутри мировой системы. С помощью такой абстракции мы можем объяснять движение капиталов, заставание в развитии, начало торговых и настоящих войн. Но любая страна это в первую очередь населяющие ее народы, а народы разделены на бурящиеся классы. Без этого такая картина мира осталась бы пустым созерцанием и пустословием. Мы уже более ста лет живем в эпоху империализма, когда внешняя и внутренняя политика государств определяется интересами монополий. Вся система призвана создавать для них прибавочную стоимость. Ради нее корпорации, капиталы, государства применяют то одни, то другие методы эксплуатации работников, конкурируют между собой, создают временные союзы для разграбления более слабого конкурента. В этом и состоит суть всех современных конфликтов, в том числе и военных, ведь логика капитала, развившегося до монополий, верна для всей планеты. В этой системе нельзя убрать гегемона и ожидать, что сверхэксплуатация периферии прекратится. Слабый капитал не извлекает прибыль из соседа только потому, что не имеет такой возможности. Если его национально-освободительная борьба монополий достигнет успеха, это тут же откроет дорогу к поиску мест, где можно было бы прибыльно вложить свои капиталы. Не бывает добрых, человечных, исконно-посконных бизнесменов, которые ограничатся вложением сил и средств внутри своей страны. Здесь логика капитала тоже действует безупречно. Применяя классовый подход, мы понимаем, почему элиты предпочитают развалить свою промышленность ради уничтожения профсоюзов. Мы понимаем, почему развитые страны, ограбив неоколонии, кормят своих карманных оппозиционеров и псевдореволюционеров. Мы понимаем, почему страны остаются в нищете, ведь правящая прослойка даже в нищей стране богата и менять положение ей чаще всего не с руки. И мы знаем, как выйти из этого заколдованного круга. Не с помощью мифического длинкинга и речей о евразийстве, пантюркизме, панамериканизме или европоцентризме. Если неравенство людей, народов, стран, заложено в капиталистической системе, то должен быть устранен не гегемон этой системы, ведь на его место тут же придут другие. Сама капиталистическая система должна быть упразднена не словом, но делом. До свидания, друзья.